Песня Как социалистические лагеря рухнули, и все, включая Вохру, вышли на поселение, Иван Денисович стал бюджетником. Это означало возможность полгода бесконвольно трудиться в обмен на право бастовать вторую половину года. Потому что денег не платили все равно, шаг вправо, шаг влево не считалось победом, а прыжок на месте провокации, но бежать не имело смысла, потому что вокруг уже пять лет была все та же свобода, а сил прыгать на месте у Ивана Денисовича не было уже давным-давно. Зато теперь разрешал свободно ходить по помойкам и ругать власть. Ну что, Исаич, свобода? Пиши, что хочешь. Уйдите. Не хотите нас видеть? Не хочу. Придется потерпеть. Мы же с вами на одном поселении живем. Да, да, да. Только раньше мы вас сконвоировали, а, то есть охраняли. Так что вы тут осторожней. Как вас земля носит. А мы люди легкие. Особенно на подъем. Это вы по полвека с одним дубом бодаетесь. А мы вчера коммунисты-ленинцы, а сегодня раз и русские патриоты. Русские патриоты это я. Вы безнадежно отстали от жизни. Кто здесь сегодня, русский патриот, давно решаем мы с Геной. Правда, Гена? Да, да, да. Сущая правда. Приходите сегодня в сельсовет. Мы как раз будем родину вслух любить. Придете? Нет. Я на речи спускания не хожу. Ну тогда чем же вы тут занимаетесь целый день-то, а? Я пишу книги. Ну пишите, пишите. Слава Богу, у нас тут на поселении книг давно не читает никто. Доброе утро. А чего это оно вдруг, доброе-то? Не знаю. Может, денег пришлют. Ну посмотрите на себя. Кто вам пришлет денег-то? Не знаю. Может, с Камдесю? Ага, сейчас. Уже побежал. Ага, в валенках по сугробам. Ну почему побежал? Он полетел. Обещал вернуться с денежками. Когда-нибудь такой симпатичный. Ой, на прощаниях улыбался все время. Ага, это у него от мороза лицо свело. Послушайте, но ведь кто-нибудь должен дать нам денег-то. Да с какой стати-то? Потому что иначе мы тут вымрем. Вот только не надо обобщать. Да-да-да-да-да, мы не вымрем однозначно. Мы и на зоне далеко от хлеборезки не отходили, и на свободе не пропадем. Эй, придурки, айда в сельсовет на собрание. Поселенцы, сегодня в повестке 12 вопросов. О создании медицинской комиссии для обследования нашего главного врача. О происках ЦРУ в Нечерноземье. Закон о пчеловодстве в условиях понижения яйценоскости. Борьба с телевидением. Как пережить зиму без еды. Кто выпил воду из крана. И еще 6 вопросов. Какие будут предложения по повестке? Если их нет, начнем с преступности. Потому что у нас все падает. А она растет. На зоне преступности было меньше. На зоне был порядок. Порядок был. Ну, что будем делать, поселенцы? Предлагаю замочить бугра. Правильно. И никакой преступности. Импичмент ему под ребра и хора. Ну, нехорошо, братцы, нехорошо. Бугор только что из больнички вышел. Ну, не надо. А то мы и не знаем. Косил под пневмонию. Я говорю, он только что из больнички. Гуманист. Больного пожалел. Да, при чем тут гуманизм? Я вам русским языком говорю. Бугор в больничке сил набрался. В понедельник вышел на работу. Сразу четверых замочил. Да, понедельник день тяжелый. Уж я-то знаю. Четверых? Ага, при чем своих же. Пол девятого приехал. А к полудню всех четверых корешков вынес вперед ногами. Ой, господи. И опять уехал в больницу. Сил набираться, понимаете? Мужики, вы, конечно, как хотите. Но скоро опять понедельник. Я бы бугра до весны не трогал, понимаете. А весной-то что? А весной у меня обострение начнется. Мне тогда ничего не страшно. Хорошо, хорошо. Импичмент временно отменяется. Какие еще будут предложения по борьбе с преступностью? Надо восстановить памятник. Какой памятник? Ну, у нас на клумбе всю жизнь памятник стоял посреди поселения. Железный такой, холодный, помните? Ну, да, еще бы. А еще бы, конечно, он стоял. Только он вроде каменный был. Это он снаружи был каменный, а внутри совершенно железный. Ну, этот Феликс, Феликс железный. Его еще этот делал в уячице или в утею. Койка, Митич! Да какая разница, зачем восстанавливать? Мы же его собаку еле-еле снесли. Надо памятник немедленно восстановить, потому что это символ борьбы с преступностью. Я так считаю. Холодные руки, чистая голова. Нет, Гена, голова у него была горячая. А что у него было чистое тогда? Наверное, ноги. Погодите, а сердца? А сердца у него не было. Он его вырвал, как данка. У кого? Ну, не помню. Кажется, у старухи из Иргина. Подождите, мы про кого говорим вообще? Мы говорим про Феликса, который стоял на клумбе. Эдмундович. Он что, Драцена? Ведет себя прилично. А что я сказал? Я спрашиваю, зачем он стоял на клумбе? Он не сам стоял, он был памятник. А по-моему, памятник поляку на родине Ивана Сусанина это кощунство. Вас не спросили. А зря. Вы спросите у Левшицы, спросите. Он ответит. Даешь Феликса на клумбу? Уберите от меня этого агрария. Когда был Феликс, преступности не было. Правильно, он сам всех замочил. Мочить, это, конечно, перебор. Но как спикер этого поселения, за каторгу я двумя руками. Ура! Голосуем. Кто за каторгу и восстановление правопорядка, начиная с памятника, голосует двумя руками. Предложение принято. Где он у нас лежит, этот Феликс Гедмундович? Слушайте, я чего-то не разберу. Где тут у него что? Вот, кусок руки нашел. Тащите эту расчлененку до кучи, там разберется. Руки не главное. Почему? Пускай руки из клумбы торчат. Руки ног. Главное найти голову. Есть! Чья-то голова есть! Посмотри, холодная? Ледяная, ледяная просто. Значит, его тащите на клумбу. Люди, помогите! Ой, голова же тяжелая. Пить надо меньше. Мыслей, небось, много было. Или железо. Рогом, рогом упернись. Ай, ты! К рукам неси. Ай, не помнишь, откуда у него руки росли, а? Ой, сразу. Ай, ты! Теперь туловище бы добыть, хоть какой-нибудь. Ну, дедушка, ты тут от него туловище не видал? Эй! Это кто такой? Говорит, местный старец. А почему не отвечает тогда? Потому что ему противно. Кто противный? Мы, вы или вот эти? Знаете, ему противны практически все. Отдай! Говори ему, выстрелим, выстрелим! Стоять и не бояться. Я сегодня мирный, понимаешь? Потому что праздник. Исай, минуточку молчания. Как гарант этого демократического поселения, поздравляю вас, значит, с 80-летием ВЧК. Черт, ну, не ту бумажку завернули. Новая администрация у меня, понимаешь, только что с погранзаставы. Ай! А вот, извини. А значит, в связи с 80-летием и отмечая заслуги в развале тари-тари-тари-тари-таризма, короче, хочешь, Орден? Не хочу. Зря. Зря. Все берут и еще просят. Особенно вот этот вот. Слушайте, вы что тут делаете? Не видишь? С преступностью боремся. Это что за петух? Это не петух. Это козел. А, а это что за козел? Это не козел, это памятник Великса. А для чего колючая полка? Для порядку. Восстанавливать пейзаж так уж целиком. Здесь всем так будет привычнее. Ну, в общем, вы и поняли. Я-то давно все понял. Ну и держите при себе. Не надо расстраивать население. В общем, с юбилеем вас. Спасибо. Исаий, ну мы сделали все, что смогли. И потом ты же сам говорил. Не стоит город без памяти. Эй, трогай ЦКБ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok